МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 сентября 2024 года, в день открытия 56-й международной выставки «Охота и рыболовство на Руси» в Москве в здании экспоцентра состоялся круглый стол на тему «Медведи и люди» организованной ассоциацией «Росохот рыболов Союз». Среди многочисленных вопросов, поднятых за круглым столом, можно выделить главное – почему количество бурых стабильно увеличивается последние несколько лет, и чем это грозит обществу. Численность достаточно большая. Охотников, специализирующихся на охоте на медведя, немного. Продукция, которая получается в результате охоты, тоже имеет свой специфичный, потому что мясо не всегда идет в потребление. Ну и охота сама более трудозатратная, чем на другие виды животных. К чему может привести тот факт, что охота на медведя становится все менее популярной? И как правильно воспринимать животных в дикой природе? Конфликтные случаи с медведями участились. Ну, во-первых, число охотников на медведя, на мой взгляд, снизилось. Второе – медведи очень умные животные, умные, хитрые, и находиться на них очень трудно. Численность медведя можно ограничить только охотой. Поэтому нужно охотиться на медведя, и, в общем, это поможет всем. Медведь в цирке и медведь в лесу – это немножко разные вещи. С увеличением его численности у нас возникают такие ситуации, когда медведи выходят в населенные пункты, в дачные поселки, выходят какие-то другие агломерации и представляют собой угрозу. Темы, которые обсуждали спикеры, касаются не только специалистов. Это и правила безопасности при встрече с хищником, и особенности законодательства в сфере охоты на медведя, и перспективы развития природосберегающей охоты.